В Оркуте стартовала акция «Автохлам». Брошенные машины копились во дворах годами. Общее количество – более 600 штук. Цифра немаленькая. Наша съемочная группа узнала, что ждет автомобили. Как выяснилось, железяки очень даже еще пригодятся. Смотрим сюжет. Эти старенькие «Жигули», которые и машиной-то не назовешь, провели в одном из дворов по улице Ломоносова не один год. Бывший хозяин предпочел забыть о том, что у него есть автомобиль. Как выяснилось, эвакуировать автохлам не так-то просто. Этому предшествует целый ряд действий, предусмотренных законом. Вся процедура оговорена в постановлении администрации. Уполномоченный орган проводит мероприятие по выявлению собственников. Также извещается в случае обнаружения этого собственника. После этого только происходит эвакуация. Помещение ее на стоянку. Специально для эвакуации брошенных машин был приобретен кран и открыта муниципальная стоянка. По закону такая техника не может свозиться на частную. При этом пребывание автохлама на этой территории тоже не бесплатное. Здесь хранить железяки будут максимум полгода. По истечении шести месяцев, когда законодатель признает, что она является бесхозяйной, возможен вопрос ее утилизации. По ее утилизации я уже говорил, что у нас есть предложение от стрейкбольного клуба разместить часть брошенных авто на площадках, где они играют. Это бывший микрорайон «Рудник». Старые машины, по мнению стрейкболистов, привлекут к участию новых игроков. Невостребованный автохлам ждет печальная участь. Его отправят на металлолом. Все вырученные средства пополнят муниципальную казну. Ольга Рыжова, Елена Царанова, ТВ Галло, Воркута.